Добрый день, друзья. Тема сегодняшнего урока – здоровье человека и здоровый образ жизни. Что же такое здоровье согласно Всемирной Организации Здравоохранения? Друзья, здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней. Мы чаще всего думаем, что здоровый человек – это просто тот, кто не болеет. Друзья, это не совсем так. Должно быть и социальное благополучие, и душевное равновесие, ну и, конечно, физическое благополучие тоже. А вот здоровый образ жизни – это поведение человека, направленное на достижение здоровья. То есть, когда человек осознанно ведет себя так, чтобы быть здоровым. Надо сказать, что для этого требуются особые меры, особый образ жизни и так далее. Чтобы понимать, как сохранять здоровье, как его поддерживать, нужно адекватно оценить факторы риска. К факторам риска, которые нарушают здоровье, относятся гиподинамия, гипо – малодинамика движения. То есть, малоподвижный образ жизни. Курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, а также стресс. Надо сказать, что в современном мире чаще всего такими факторами риска, пожалуй, на первом месте стоящими, являются гиподинамия и стресс. Разумеется, человек очень часто с ними сталкивается. Гиподинамия стала возможной благодаря комфорту, который нам дарят современные технологии. Мы можем меньше двигаться, мы можем перемещаться на транспорте, мы чаще работаем за компьютером, мы сидим на одном и том же месте. Что же происходит в организме во время такой ситуации? Идет застой крови. То есть, человек мало двигается, застаивается кровь, и это служит также хорошей предпосылкой развития ожирения. И все это крайне прогностически неблагоприятно может сказаться на жизни и здоровье человека. У него увеличивается риск развития каких-то хронических заболеваний, может нарушаться ток крови адекватной, могут образовываться тромбы, может возникнуть сахарный диабет. То есть, все эти ситуации крайне неблагоприятны. Плюс серьезные нагрузки на позвоночник могут быть. Далее, что касается стресса. Это более серьезная отсылка к психическому здоровью, потому что мы живем в очень насыщенном информации и различными ситуациями пространстве. И все они являются, скажем, прямыми предикторами стресса. Они провоцируют стресс, и это надо иметь в виду. Человек вынужден жить в режиме мультизадачности, он вынужден решать огромное количество лоросов одновременно. И, в общем-то, все это требует серьезных нагрузок на нервную систему. И многие люди не выдерживают и, в общем-то, подрывают свое здоровье. Конечно, это все требования такого социума, в котором мы живем, ритма, в котором мы живем. Но есть и привычки, которые человек, в общем-то, зарабатывает сам, может их поддерживать, может от них избавляться. Это уже лично его решение. Итак, какие пагубные привычки? Мы говорим про курение, про употребление алкоголя, наркотических веществ, наркотических препаратов. То есть вредные привычки, которые вызывают самую неприятную зависимость. То есть желание получения дополнительной дозы для поддержания какого-то ощущения благополучия. То есть привыкание здесь, конечно, является самым негативным фактором. Почему плохо употребление этих веществ? Поскольку они вызывают ряд патологических опасных состояний. Алкоголизм, который является следствием избыточного приема алкоголя, может провоцировать цирроз печени, то есть перерождение печени и превращение ее в жировую ткань. Только представьте себе, нормально функционирующий, адекватный орган, который в идеале должен избавлять наш организм от токсинов, превращается в большой кусок жира. То есть вот это по факту цирроз. По поводу курения, употребление никотина также неблаготворно сказывается на организме. И в принципе сам процесс раздражения дыхательных путей является провоцирующим фактором для развития в дальнейшем рака легких. Вот, собственно, здесь показаны некоторые вредные привычки, которых желательно не допустить в свою жизнь. Что касается поддержания здоровья. Что же мы можем сделать для того, чтобы здоровье сохранялось? Врачи говорят, что оптимально, конечно, это не лечить уже возникшую болезнь, а ее профилактировать, то есть допустить, вернее, не допустить ее развития. Для этого нужно следить за физической формой, желательно бегать, желательно находиться в неком подвижном состоянии, постоянно менять какие-то эмоции, получать новые эмоции, чередовать труд и отдых. Обо всем об этом мы сейчас поговорим более подробно. Вот на картинке здесь представлено, скажем, закаливание. За счет закаливания, за счет перепада температур, который образуется при этом, в общем-то сосуды способны адекватно реагировать на внешние условия. Они то сужаются, то расширяются, и это для них такая своего рода тренировка. Когда человек бегает, как это показано на нижней картинке, опять же, он гоняет свою кровь, он гоняет свою лимфу, и за счет этого, за счет этой подвижности, в общем-то, мы стимулируем процессы самообновления внутри организма. Вообще исторической особенностью человека является его способность к труду. Но здесь я не имею в виду какой-то труд до изнеможения, до потери пульса. Нет, труд, который, в общем-то, предполагает решение объективных новых задач, которые мы ставим сами себе перед мозгом, и благополучно разрешая их, выходим на какой-то новый уровень. То есть вот что предполагает труд. При этом, обратите внимание, труд, в общем-то, он способен даже предупреждать преждевременное старение. Особенно это заметно на примере людей, которые занимаются каким-то своим делом. То есть если видно, что человек счастлив, занимается своим делом, даже кажется, что он как-то истареет медленнее. Очередование труда и отдыха – это тоже фактор, который лежит в основе поддержания здоровья и профилактики болезней. И, конечно, не стоит забывать о значении сна. Можно отходить ко сну в адекватное время, спать в достаточный промежуток времени. Эти меры способны поддержать организм в нормальном состоянии. Во время сна человек расслабляется, человек, в общем-то, способен как-то укомплектовать все эти знания и весь тот поток информации, который он получил в течение дня. И все это позволяет ему с новыми силами ворваться в новый день. Что же, друзья, а на этом у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.